Здравствуйте! О чем расскажет выставка освободителей Европы? Как в целом развиваются современные музеи и как сделать к ним дорогу проще? Об этом говорим и в нашей студии научный сотрудник Дома-музея Фрунзе Дмитрий Березкин. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, это выставка освободителей Европы. О ком и о чем? Ну, если коротко сказать, то об освободителях. А если углубляться в историю, то это о солдатах русской армии, которые в 1812 году спасли Россию от наполеоновского завоевания. И уже в 1813 году начали свой поход в Европу с целью освобождения порабощенных стран от наполеоновского ига. Почему такая тема? Почему вы обратились к этим событиям далекого 1812 года, даже еще раньше? Ну, во-первых, то, что в Доме-музее Фрунзе находится уникальный такой экспонат диорама Бородинской битвы, которая повествует нам о Бородинском сражении, соответственно, и о всей Отечественной войне 1812 года. Ну и развивая данное направление истории, решено было рассказать уже непосредственно об тех людях, о том периоде времени, который последовал за Отечественной войной. То есть период 1813-1814 годов. Самое такое активное время в той войне, когда в Европе стала ареной ожесточенных боевых действий между наполеоновской Францией и коалицией союзников антинаполеоновской. Выставка уже открылась? Да, 19 октября. Как прошло открытие? Наверное, уже первые отзывы поступили. И будете ли вы что-то там дорабатывать? Ну, в плане доработки, истребиться всегда есть к чему. Предела совершенства нет. Ну, а что касается посредством открытия людей, то люди были в восторге, особенно подрастающие, юные поколения, которые увидели оружие того времени, например, какие-то предметы экипировки. В принципе, оружие есть оружие, но это именно оружие, не простые, допустим, автоматы, пулеметы, а уже такая просто титаническая история, которую не каждому дано увидеть и даже порой подержать в руках. Как формировалось наполнение этой выставки? Откуда вы брали экспонаты, материалы, архивные документы? Как велась эта работа? Ну, работа с фондами музея Алабина, то есть искали нужные предметы, оружие, артефакты того периода времени. Ну, а что касается самой информации, то это, естественно, изучение мемуаров, воспоминаний участников тех давних событий. Ну, и, естественно, уже данные, которые историки сумели собрать к настоящему времени, то есть уже за 200 лет. Это все ценные экспонаты, на которые вы бы обратили внимание, ради которых стоит прийти и посмотреть. Ну, ценные, если выделять, то это все ценные экспонаты. Нельзя прямо сказать, что что-то одно не ценное, а другое более ценное. Ценные все. Это и оружие, кремневые ружья, кремневые пистолеты, например, по сути дела, это уникальный вид оружия в то время, который поступил на вооружение армии, заменив собой оружие, которое выстреливало с помощью фитиля. Ну, и также, соответственно, естественно, артефакты, так называемые, более мелкого калибра, это какие-то находки смех сражений, то есть ядра, пули, осколки, то есть которые, помнят, непосредственно участвовали в этих страшных событиях. Вы занимались научной работой перед тем, как открыть выставку, я предполагаю. Какие факты вас поразили, удивили? Что нового лично для себя вы открыли? Ну, пожалуй, наиболее то, что меня поразило, это тот факт, что освободитель Европы, русскую армию, сейчас принято говорить, что в Европе русских не любят, а на самом деле европейцы в то время, даже вот в том же Берлине, русских приветствовали, ура, кричали, махали платками женщины, общались спокойно с солдатами, ибо понимали, что именно эти люди пришли их спасать от наполеоновского владычества, нести им свободу и независимость. Да, а какие-то аналогии со Второй мировой войной можно провести? Вот вы сейчас сказали, что в Европе так воспринимали. Ну, безусловно, можно. Да? Вот что можно? То есть, брать 1812 год, мы спасли свое отечество, до 1944 года, в годы Великой Отечественной войны, мы сражались за советскую землю, ну, а уже начиная со второй половины 1944-го, и переводить это в 1813 год, началось освобождение Европы как от нацистского владычества, так и от наполеоновского владычества в годы заграничных походов. Ну, естественно, силы, которые собирались, и то, как противник стремился не отдать ту территорию, которую он сумел захватить за предшествующие годы, это как и было в период наполеоновских войн, так и в годы Второй мировой войны непосредственно. Вы сказали, что публика, посетители у вас были и молодежь, и даже дети, наверное, да? И юные были, и очень юные. Чем же их привлечь? Потому что сегодня абсолютно другое поколение, такой цифровой эры, да, которым, наверное, в компьютере интереснее. В компьютере интереснее, в компьютере все можно посмотреть, те же экспонаты, те же предметы, почитать данные, но стоит ориентироваться на то, что предметы можно не только посмотреть, но даже некоторые предметы подержать в руках и узнать о том, как они работают. И вот эта вот изюминка, как тот или иной артефакт, та вещь из предшествующих поколений работала, действовала на практике, и как это работает. Показать ребенку и даже дать ему это подержать в руках и попробовать что-то сделать своими руками, это и есть такая вот изюминка, в которую можно завлекать юное поколение, подрастающее в стены музеев. Кстати, Зельфира Трегулова, это директор Третьяковки, она сказала, такое выражение ей принадлежит, что к музею должна быть дорога попроще. То есть вот у нас свое представление о музее, да, что это вот такое, что-то все старинное, какие-то артефакты, это может даже где-то скучновато для... Для юного поколения, безусловно, сухие, сухой просмотр предметов, сухой рассказ экскурсовода о том или ином событии действительно будет скучно. А вот ориентирование на игровую форму, ориентирование на звуковое сопровождение, на визуальную какую-то графику... То есть новые технологии вы все используете? По мере силы возможности стараемся внедрять. А что важно не упустить и не потерять в настоящем музее, вот в погоне за количеством посетителей, за популяризацией чего-то как-то из своих проектов? Как вам кажется? В первую очередь, мне кажется, соблюдение баланса между современными технологиями и сохранением исторической памяти в тех же предметах, в той же информации, чтобы люди в первую очередь все-таки идут в музей, и они могли видеть предмет, а уже кроме того, как дополнение, видеть, как это тот или иной, опять же повторюсь, работает предмет или еще что-то, чтобы детям было интересно, да и вообще, в принципе, взрослым. Кому будет неинтересно, например, подержать какое-либо ружье или там предмет еще из далеко-далекой эпохи. Вот вы сейчас рассказываете, и мне почему-то показалось, что больше для мужской аудитории действительно вот этот интерес, что касается ядер... Ну, тут я с вами не соглашусь. Представительницы прекрасного пола тоже изъявляют желание, проявляют интерес, пусть и к военной стороне нашей жизни, но тем не менее все-таки. В войне, как говорят, не женское лицо, но исторические примеры нам говорят об обратном, что и женщины прекрасно могут держать оружие в руках и сражаться за свою отчизну. Тем более в нашей истории, в истории города и региона очень много таких фактов, когда и женщины принимали участие. И об одном из них, из этих событий, исторических, очень важных, но не всегда известных. И вообще, как мне кажется, не так много говорят о Чепанной войне. Вы, скорее всего, знаете, о чем идет речь. Крестьянская война. Скажите, вы работаете в этом направлении? Да, безусловно. Изучаете эту тему? В первую очередь, в музее гражданской войны. Чепанная война – одна из неотъемлемых частей периода гражданской войны в Среднем Поволжье. Что на сегодняшний день можно найти в музее Фрунзе? Какие артефакты, какую информацию вот именно по этому событию историческому, которое какое-то время замалчивалось, противоречивое отношение было к этому? А увидеть можно достаточно такой широкий спектр. Это, в первую очередь, то, во что были одеты крестьяне, с чем они воевали, и определенные документы. Карты боев, документы приказа о том, что как бороться с крестьянским восстанием со стороны Красной Армии, указы восставших по отношению к большевистской власти в то время. То есть, стенды есть, и там информация очень такая доступная и интересная. И, кстати, немногие знают, на самом деле, о том, что были антисоветские выступления простого народа в годы гражданской войны в России. Казалось бы, что советская власть, Красная Армия, большевики пришли сражаться как раз за простой, трудовой народ. Но эта палка о двух концах. На самом деле, были такие моменты, которые в советское время старались не рассказывать, не показывать, и с тем, что не подрывать свой авторитет, проще говоря. Какое историческое значение у этого события? Ну, это наглядно показало, что... А когда это было датом? Это был 2019 год, весна, март. Это наглядно показало, что в советской власти не все так гладко, и не все готовы под эгидой большевиков сражаться за свое светлое будущее. Кроме того, это показало несколько непродуманность экономической политики, которую правительство Ленина стремилось притворить в жизнь в то время. И стало дальнейшим таким сигналом к тому, что нужно переходить к новой экономической политике в 20-е годы. То есть такой расцвет был на некоторое время экономики Советского Союза. Какие документы есть у вас в доступе? Какие вы изучаете, работая с этой темой? Что можно сегодня найти? Именно в музее или вообще в принципе? Нет, в принципе. Для того, чтобы вот эту тему разрабатывать. В первую очередь, опять же, архивные данные, труды историков. Чтобы создать вот ту информацию в музее, воссоздать, нужно изучать в первую очередь труды историков, исследователей, которые несколько лет уже изучают, тем даже десятилетия пусть будет так. Кроме того, это архивные данные, сводки с фронта, карты, схемы, для того, чтобы понять, как происходило это развитие этого события. То есть там крестьяне захватили тот населенный пункт, большевики сдали приказ это отбить населенный пункт, какими силами, так изучая, в принципе. Потомки тех людей, участников тех событий, конечно же, остались еще. Да, был даже такой. Ну, что касается складывается потомков, то было несколько лет назад, у нас девушка приходила, она говорила, что это какая-то там пра-пра-внучатая племянница или внучка лидера крестьянского восстания Алексея Долинина. Как бы так она это позиционировала. Насколько это правда, мы, конечно, точно сказать не можем. То есть она не представляла никаких документов, да? Просто вот говорила, что она... Просто пришла, вот рассказала, что вот якобы она его дальняя там родственница, и просила рассказать. Как важно все-таки сохранять семейные реликвии, и ценности, да, те же там фотографии, и еще что-то, чтобы... Ну, на самом деле, вот потомки выдающихся личностей гражданской войны у нас в музее достаточно частые гости. Так, например, мы в апреле открыли выставку «25-я Чапаевская», посвященная Василию Ивановичу Чапаеву и его воинскому формированию. И у нас на открытии присутствовали такие вот родственники, например, внучатая племянница Василия Ивановича Чапаева, внучка товарища Кутюкова Ивана Семеновича. И еще несколько наследников, участников событий гражданской войны, которые сражались именно в дивизии Чапаева. — Говорят, есть одно из мнений, что и Чапаев, и другие персонажи, которые стали уже такой вот легендой, они романтизированы, что у них такие образы... Все мы знаем художественные фильмы вот эти, и везде вот это, да, все это... Орел какой-то такой романтики, безбашенности, смелости какого-то такого. Насколько это сочетается вообще в сериальной жизни? Что говорят те же родственники про своих знаменитых? — Это правда, но отчести, трезвый ум у всех присутствовал в людей. То есть не с горячего плеча рубить, а именно умели думать и умели действительно, когда это нужно, кидаться в атаку. — А вы сотрудничаете... Музей Чапаева есть же? — В Чапаксарах. — Вы с ним как-то сотрудничаете? — Да, поддерживаем связь. Вот как раз, когда у нас открывалась выставка 25-я Чапаевская, мы с ними, они, точнее, нам музей из Чапаксара нам прислал выставку временную, она сейчас уже закрылась на данный момент, которую также рассказывал Василий Иванович Чапаеве, но только у них уже было несколько свое видение, так как это все-таки родина Василия Ивановича Чапаева, он родился в Чапаксарском уезде. Вот с ним связь мы поддерживаем. — Интересно. Ну, основная фигура вашего музея это, конечно, Михаил Васильевич Фрунзе. Скажите, насколько эта фигура противоречива? Какие у вас, опять же, есть данные, архивные документы? И вообще, что представляет из себя этот... — Личность, Михаил Васильевич. — Да, личность, личность. В первую очередь, как личность. — Ну, фигура действительно неоднозначная. — И отношение неоднозначное. — Это, в первую очередь, самородок с большой буквы, который действительно, не имея военного образования, сумел добиться на военном поблище ошеломительных успехов, заслужив действительно уважение, уважение настоящее как армии, так и простого народа. Неоднозначность его заключается в том, что, да, действительно, он проводил блестящие военные операции, не потерпев поражений, но, с другой стороны, именно борьба с белогвардейскими подразделениями, как, например, он обещал, например, в Крыму, когда вооруженные силы Врангеля сложат оружие, капитулируют им жизнь. Но, на самом деле, многие из офицеров, которые сложили оружие, были расстрельны. Конечно же, это не только вина Фрунзе, там и несколько других деятелей приняло участие, но, тем не менее, Михаил Васильевич Фрунзе, как бы то ни было, этот факт отрицать нельзя, что он принял в этом определенное участие. На самом деле, нельзя вот прошлых исторических деятелей, таких как Фрунзе, например, которые действительно сделали многое для страны, винить за то, что сделали они плохо или хорошо. Это было. Мы это живем. Вот делить на черное и белое, да? Да, ну, опять же, может быть, это сказано как-то, несколько покажется то, что я слишком люблю Михаила Васильевича Фрунзе, но, тем не менее, Михаил Васильевич Фрунзе действительно сделал огромную роль для становления Красной Армии, и, по сути дела, многие из основ, основ, которые были, легли в основу Красной Армии, они, на них зиждется современная российская армия. Вот в чем дело. И, в принципе, армия – это основа основ, основа государства, и, как бы, этот факт отрицать нельзя ни в коем случае. Ну, и, естественно, для становления молодой Советской Республики Михаил Васильевич Фрунзе также сделал ряд выдающихся успехов. Ну, один из них, например, это дипломатические миссии Фрунзе в Турцию, после окончания гражданской войны, в ходе которых с Турцией были у нас заключены важные такие договора, в котором Советский Союз ввел определенную деятельность с турками. Если сегодня прийти в музей, то на какие выставки можно попасть? И вообще, что, на что обратить внимание? Придешь, и узнаешь, и увидишь, что, получишь какие впечатления, какие знания? Впечатления самые положительные. Потому что, кажется, у вас прям такой небольшой домик. Ну, сколько он хранит в себе. Да. Ну, в первую очередь, это новая выставка «Освободители Европы». Во-вторых, это 25-я Чапаевская дивизия. Ну, и, естественно, это основная экспозиция дома музея Михаила Васильевича Фрунзе. Это гражданская война в Среднем Поволжье и в России. И, кроме того, это диорама Бродинской битвы, на которой основывается выставка «Освободители Европы». Информации очень много. Это фото, материалы, документы. Естественно, это предметный ряд в виде оружия, униформы и различных наград. Кроме того, личные вещи Михаила Васильевича Фрунзе. Посетители приходят и многие спрашивают, а что здесь есть подлинного от Михаила Васильевича Фрунзе? Рассказывать не буду, что есть, но, тем не менее, экспонаты есть и очень даже интересные. Возвращаясь к той же Зельфии Трегуловой, директору Третьяковки, она сказала, что музей, как и театр, начинается с вешалки. С чего начинается музей Фрунзе, на ваш взгляд? С доброжелательного отношения персонала к посетителям. Это очень важно, да? Это очень важно. Вот первое впечатление, вот вы приходите в музей, вам не сказали здравствуйте, уже что-то как бы в сердце закралось. У нас как бы с этим все, слава Богу, обстоит прекрасно. То есть всегда мы рады видеть посетителей, неважно, в сколько раз они уже приходят. Всегда готовы рассказать, объяснить, показать. Их много, постоянных. Всегда готовы объяснить, показать, вешалку подать. Ну, естественно, ко всем мы относимся очень-очень хорошо. В этой сфере, в музейной, вы тоже, наверное, вам интересно посещать и другие музеи, сравнивать. Куда вы ходите лично? Какие, может быть, детали для себя фиксируете? И, может быть, думаете, что нужно их перенять тоже в свою работу? Ну, дело в том, что... Как часто вам удается посещать вообще музей? Езжу я по разным городам России несколько раз в год. И всегда стремлюсь в любом городе посетить музей. Это Краеведческий музей и какой-либо еще. Но зачастую стараюсь посещать военный музей, потому что специфика работы нашего музея – это все-таки война. И военные музеи меня в других городах привлекают. Естественно, я наблюдаю за тем, что как расположен этикетаж, как расстановка предметного ряда, как то или иное событие, которое совпадает с нашим музеем, в нашем музее отображено и показано в других музеях, отображено у них. Все это я для себя, естественно, отмечаю и, естественно, стремлюсь, пытаюсь по мере силы возможностей притворить в жизнь в нашем музее. Вы изучали тоже Самару, даже Куйбышевную, нет, перед бурей, это была Самара, да? Дореволюционная. Дореволюционная Самара. Будете ли вы продолжать заниматься этой темой? Насколько она вам интересна? И что важного, как вам кажется, нужно знать горожанам о том времени? Пожалуй, заниматься действительно будем, потому что дело в том, что что предшествовала буря? Определенная мирная жизнь, которая протекала в Самаре. И понять, как случилась революция, без корней невозможно. Эту тему изучать необходимо даже не только в рамках Самары, но и все объемлющие, то есть всероссийские. И, пожалуй, что вы там еще хотели? Ну вот как вы работаете над этой темой? Что вас особенно там интересует? Потому что обстановка-то помогала... Интересует в первую очередь... А, вы сказали, что это было мирное время, люди жили, да? Ну как мирное? Была гражданская... Ой, извиняюсь, была Первая мировая война, но Самара была тылом, глубоким тылом. Здесь располагались госпиталя, эвакуация, предприятия. Как бы войны здесь не было в тот момент. И важно изучать то, как это работало все. Кроме того, чем дышали войска в то уже пред такое грозовое время? Чем дышали люди? Какие политические партии работали? Вот, например, взять действительно Самару перед бурей. Здесь помимо большевиков были и эсеры, и меньшевики. И каждый, как говорится, старался ныть одеяло на себя в той или иной степени. И все это вместе. Важно понять, как это привело к тем событиям 17-го года и в дальнейшем к гражданской войне. Какие экспонаты вас интересуют в связи с тем, что, как вы говорите, музей направлен на такую военную, оружейную тематику? Как-то горожане в этом вопросе вам помогают? Что-то предоставляют? Может, на каких-то условиях даже? Вот, например, открытие выставки 25-я Чапаевская. Внучка Ивана Семеновича Кутякова, внучатая племянница Василия Ивановича Чапаева. Они нам принесли несколько предметов, связанных с жизнью этих замечательных людей. Тоже предметы называть не буду. Как говорится, милости просим в наш музей. Все это можете увидеть своими глазами. А если взять жителей Самары, то чем-то они могут помочь вам? Обязательно. Как у вас установлена обратная связь? Все желающие в Дом музея Фрунзе могут прийти по тому или иному вопросу и рассказать о том, что у них есть, связанное с нашим периодом. Будь то это воспоминания, биография своих предков, фотоматериал, какие-то документы, может быть, даже награды. Все это мы будем рады принять в наш музей. Это никуда не пропадет. Это все увидят своими глазами жители нашего прекрасного города. Из вашей личной коллекции что-то вы в музей принесли? Какие-то, может быть, из вашей семьи даже? Когда у нас работала выставка, посвященная Великой Отечественной войне, у меня есть в коллекции некоторые предметы того времени. Это, например, награды кое-какие. Это я с удовольствием вставлял в наш музей. Понятно. Чем вы сегодня занимаетесь? Конкретно какой работой? Это всегда научная работа или что-то еще? Помимо научной работы, спектр музейной работы подразумевает собой и развитие некоторых других сторон жизни музея. В них, конечно, углубляться не буду. Что касается научной работы, то на данный момент выставки уже на этот год мы все открыли. Начинаем готовиться постепенно к году 2020. Там будут не менее интересные события в нашем музее. Раскрывать их пока все не буду. Но научные изыскания уже в данных областях мы проводим. И я, и коллектив музея, и заведующий музея Гончаров Андрей Александрович. Ну, естественно, стараемся то, что сейчас у нас в выставках стоит, всегда приумножить, какими-то украсить новыми данными, которых на момент открытия выставок у нас не хватало, или мы каким-то причинами не смогли найти, отыскать. В прошлом году ваш музей отметил юбилей. Скажите, после юбилея? В этом. А в этом году? В 85 лет. В этом году? В феврале. Ага, точно, да-да-да. Как-то вот этот юбилей отразился на вашей деятельности? Потому что обычно в юбилее подводятся какие-то итоги, планы строятся. Ну, людям было интересно, люди приходили. Все-таки 85 лет дата уже достаточно такая солидная. Люди напутствовали нас теплыми словами. Говорили, что, как говорится, хорошо, что вы есть, что вы несете будущим поколениям свет, стараетесь показать то, как это было, и показать, где правда, а где ложь. Кроме горожан, кто вас посещает еще? Гости города? И как выстраивается ваше взаимодействие со школами, допустим? Потому что это, в принципе, дети, подростки, молодежи. Гости города в туристический период времени действительно приходят, они знают о нас, мы работаем в какой-то степени с турфирмами. Не со всеми, конечно, в городе, но, тем не менее, стараемся достаточно широко вот эту вот стезю развивать, то есть с турфирмами, чтобы знали о нас и могли предоставить соответствующую информацию о нас, чтобы завлечь людей. Да, потому что Самара сейчас взяла курс на расширение, не сейчас даже, а намного раньше. Несколько лет назад. Ира, да, помог в этом очень. То есть вы уже вписались вот в эту конструкцию и работаете вот в этом. Ну, а что касается школ, то на школу в какой-то степени выходим сами, завлекаем их. Где-то школы сами о нас знают и обращаются к нам. Есть некоторые школы, некоторые классы, которые приходят к нам, ну, с периодичностью раз в год. Классные руководители знают о нашем музее и приводят школьников. Например, младшие школьники были на одной игровой экскурсии интерактивной. Через некоторое время они пришли уже на другую экскурсию интерактивную. И также с уже старшими школьниками, например. Ваш музей располагается в исторической части города. И сегодня как раз идет обсуждение предания Самаре статуса исторического поселения. Он позволит по-особому подойти к реновации центра и так далее. Вот ваше видение личное. Каким должен быть исторический центр Самары? Потому что есть много мнений, что нужно его модернизировать, и что там должно быть все современное. Либо, наоборот, сохранить вот эти все обещалые старые дома, чтобы дух вот этой старой Самары все-таки сохранить. Важно сохранить, но, тем не менее, отреставрировать, чтобы это не пришло в упадок, что действительно это было страшно смотреть. Ну, я категорически против разрушения старой Самары и строительства этих вот картонных, как их назвать, новостроек, которые просто страшно смотреть, стеклянные какие-то вот бездушные конструкции. Все-таки вот этот дух действительно города, дух истории, дух того, как поколения жили предыдущие, он хранится вот в этих вот кирпичах, камнях, старых строениях. Это главное все, на это выделять средства, и чтобы это все реставрировалось, сохранялось для дальнейших поколений. У вас говорит сейчас научный сотрудник дома-музея. Думаю, конечно, вы правы. Спасибо вам за то, что вы нам рассказали, за эту информацию. Прощаюсь я и с вами. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин